Теперь двигаемся дальше. Если человек не может избавиться от налоговой инспекции, если человек не может чувствовать опасность жизни, от него уходит жена, его жизнь кто-то разрушает, он не может преодолеть какие-то трудности, не может прощать, у него расколбас идёт в отношениях со всеми. Вот если человек чувствует непреодолимые препятствия в жизни, это значит, что ему не хватает ни природы, ни добрых людей, ему не хватает Бога. И также, если человеку не хватает Бога, он не может даже свою семью сохранить, потому что, если, допустим, человек живёт без Бога, то он начинает вот это чувство, которое Бог даёт, путать с человеком. Понимаете, это ужасная, просто ужасная вещь. Ну, то есть, вот что человеку Бог даёт? Вот, допустим, есть такое понятие «любовь-вера», «любовь-вера» к человеку. Это уникальная такая вещь, человек мечтает об этой любви, не понимая, что любовь-вера принадлежит только Богу. Человеку она не может принадлежать. Если, допустим, ты, ну, к человеку полюбил, любовь-верой, допустим, человека полюбил, то будь уверен, что этот человек тебя обязательно просит, потому что человек выдержит такую любовь, никогда не сможет, это просто невозможно. Вот, поэтому очень важно понять, что ты, допустим, искал человека, который тебе нужен, и поверил в человека, значит, всё, ты потеряешь этого человека однозначно. Причина заключается в том, что у человека вот эта любовь-вера должна включиться в отношениях с Богом, и тогда он будет защищён от человеческого эгоизма. Вот если ты всего себя человеку кому-то отдаёшь, то ты перестаёшь ему быть интересен. Понимаете, человеку нужна загадка, тайна. Женщина должна быть самодостаточной, мужчина самодостаточной, самодостаточность идёт от Бога. Если человек верит в Бога, он может устоять. Женщина может устоять перед мужской силой, мужчина может устоять перед женческой силой, но если человек не самодостаточный, он не может устоять ни перед какой силой. Мужчина теряет себя в отношениях с женщиной, к которой он влюбляется, а женщина теряет себя в отношениях с мужчиной, в которого она влюбляется. Но это еще не все, понимаете, эта потеря, она потом длится годами. Человек, если он поверил в человека, и любовь и вера включилась, он потом не может вообще никого полюбить. Даже если он женился там и вышел замуж, то потом дальше идет память, это вспоминается. То есть человек уже с кем-то другим живет, но он при этом постоянно вспоминает вот эту мелодию своей любви. Какому-то человеку, который живет в его сердце, и на самом деле причина, почему это происходит, потому что у него не было веры в Бога. Он не в то поверил, он верил, поверил в человека, и дальше у него нет жизни, потому что вера в человека всегда приводит к депресснику на всю жизнь. Пока ты не поверишь в Бога, тебе никто не заменит этого человека, тебе придется его вспоминать все время и думать о нем, и это бесконечно.